Выключайте камеру, вы как истеричка сейчас ведете себя, понимаете? Судья ушел в совещательную комнату, мы ждем решения. Я наоборот пытаюсь вас успокоить, что вы, пожалуйста, занимаетесь своими делами. Я-то успокоился. Мы спокойны, вот сейчас вы успокоились, я вижу. Знаете, это просто стереотип такой, традиция сложилась, что она всем запрещает. Ладно, в следующий раз как-то подробно пойдем. Я надеюсь, в общем, что вы к этому в следующий раз будете готовы, потому что мы уже позже, мы еще заедем. Я буду готов. Суд решил постановление 2 июня 2020 года на Росуде и судебного участка в Романском судебном районе Воронежской области по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.8 КАР Российской Федерации в отношении Поплевина Алексея Алексеевича отменить. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений в Российской Федерации в отношении Поплевина Алексея Алексеевича прекратить. Всем спасибо, кто за меня болел, в первую очередь. Это прям очень приятно, что за меня люди вошли. Я очень каждому благодарен, кто меня поддерживал. И Вадиму Серову. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарен. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов. И вы на канале общественного движения «Дорожный контроль». Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Имеются признаки по вашим действиям преступления служебного подлога и превышения должностных полномочий. В курсе? Нет, не в курсе. Ну, мы не с вами взаимодействуем сейчас. Вы зачем? Вы вступиться хотите или что? Ну, тогда, если у нас будет вопрос, мы вам зададим. Вам не стыдно служебный подлог было совершать? Я действовал. Согласно. То есть можно человека оформить, который не управлял процессом средствами? Управлял? Да. А у нас заявление о преступлении. Вот следственный комитет. Небо и земля. Я бы порекомендовал обратиться к нам, как минимум. Ну, либо и следственный комитет, и к нам. Скажите, пожалуйста, а с кем я общаюсь? Замечательный начальник отдела. Вот сейчас, собственно, безопасный режим. Мой фамилия Сергей Сергеевич. Скоропостижно после публикации ролика судья ушел в отпуск. Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. Выключайте камеру, уложите. Так, подождите, давайте начнем с того, что... Вы требуете... Вы требуете... Судья без разрешения, вообще любая съемка запрещена. Это просьба или требование, скажите? Это требование. Требование. Вот скажите, смотрите. Разрешение будет, я вам такое разрешение. Судья отдаст разрешение, будете снимать. Послушайте. Выходите. Подождите, вы хотите разобраться в этой ситуации или привлечь к ответственности? Он что-то противоположное делает. Привлечь к ответственности, если он привлечет, мы требования. Вот давайте так. Это ваше требование, правильно? Чтобы мы на камеру зафиксировали. Ваше требование, верно? Ваше действие... Без разрешения нельзя снимать студию. Чтобы ни наше время не тратить, мы сделаем таким образом. Ваши действия будут обжалованы. Он сейчас прекратит видеосъемку, но вас будем конкретно привлекать к ответственности. Это незаконное требование, чтобы вы знали. Требование законное. Я вам говорю, что незаконное Выходите из зала Вы послушайте Он сейчас убирает Послушайте сюда Я вам не накрадно предупреждал Сейчас будем составлять административный протокол Вы слышали или нет? Вам только что сказали, что он прекратит видеосъемку И на вас будет подана жалоба Прекращайте Слышали? Слышал Поняли? Возьмите Выключайте Какой-то неадекватный вообще Вы неадекватен Но вы тоже Почему? Без разрешения нельзя Это кто он такое сказал? Просто мы не тратим Я объясню Мужчина Мужчина Выйдите в коридор Почему он должен выходить? Он слушатель Судья зайдет Он слушатель Разрешение зайдет И так же тогда всех нужно что-то вывести Всем нужно выйти? А зачем нас то запустили? Вы что-то переживаете? Пока в связи с коронавирусом А почему без маски? А то есть у него, послушайте У него какие-то проблемы или у вас? Вы без маски У вас проблемы Маски наденьте, пожалуйста Да она лежит здесь Это дорогое оборудование Она будет рядом с ним Находите в зал Будет заседание Зайдете Тогда нам все нужно выйти Правильно я понимаю? Зачем? Это участники процесса Вы не участники процесса Мы слушатели Мы можем так же здесь находиться Будет заседание Будет заседание И зайдете Мы можем здесь так же находиться Не можете пока В смысле? Вы можете в зале находиться Когда будет судебное заседание Когда оно начнется Мы уже сюда не зайдем Мы будем здесь находиться У судей спросим разрешение Находиться и зайдем Вы идите спросите Вы идите пока в коридор Идите спросите И маску оденьте Маску оденьте Маску только когда с протокола придете Не забудьте Одеть Это капец вообще Глупость ходячая Выходите в коридор О, наконец-то смешали Выходите в коридор Мы сейчас сделаем так Мы вызываем сотрудников полиции Сюда? Да, давайте Для оформления вас Давайте, паспорт ваш Зачем? Будем составлять Я не знаю Сотрудник в полиции Зачем же будем Для того, что я считаю Что ваши действия Давайте, давайте Принесить, конечно О, вы нас ознакомите С правилами поведения Да, есть Давай, давайте Пойдете, пойдете Посмотрим Я пойду пока Алексей здесь посидит Пойдете вместе с вами Выходите с камерой Мы все выйдем И все зайдем Где правила поведения Рассказывают Вот они правила Так, найдите нам Что можно там сидеть Не мешает Заядывать им не мешает Вон там Что нервные Средства массовой информации Это телевизионные Это вот Так, нас разрешение А вы простые Нас никак не волнует Что тем более Вы простые Просто Что простые Мы такие же, как и все Не телевизионные Не аккредитации у вас нету Ничего Поэтому тем более Здесь судебные процессы И мы находимся Сейчас Не мешайте Не мешайте У судей Я вообще, честно говоря В шоке Из этого Цирка В Воронеже Такого цирка в судах нет Абсолютно Спокойно А здесь я такой Край не пуганных Край не пуганных Вот Так, что там Скажите Находиться В судебных помещениях В том числе Зал судебных Заседаний Без разрешения Работника Судии Так Работника Парада суда Судебного пристава Секретарь Послушайте Нас секретарь сюда Суда Подожди Секретарь сюда Нас сюда пригласил Это не работник суда Секретарь Разрешил Значит пригласил Мы сели Вы понимаете А вы тут при чем Вы Решили свою власть Продемонстрировать При чем тут свою власть Нас разрешили Поэтому мы будем сидеть На основании того Что там разрешили Нас попригласили Понятно Сейчас Трясется Ходит Капец Показывает бумажку Где написано То что мы правы Он уже жалуется И зачем ты разошел И в зале Ты представляешь Просто капец Нашел Нашел Можно подойти Ознакомиться Да Так давайте Мы с удовольствием Прочитаем Мы только за закона Давайте почитаем Что там написано Вот Читайте Что Что Да вы скажите Какой номер пункта Вот Находиться в судебных помещениях Пункт 516 Так Что там говорится Почитайте пожалуйста Помещение суда В одежде Так Что Находиться в том числе В зале судебных заседаний В разрешении судьи Работника Аппарата Суда Так нам же разрешили Нам же сюда Секретарь сюда нас привел Вы не поняли Вы же сами видели Что нас секретарь Судебных заседаний Привел А вы начали тут съемку вести Подождите Так мы Подождите Вы потребовали Прекратили Это ваше незаконное Мы считаем Ваше действие незаконное Мы просто не стали Вас с вами дальше спорить Просто Вы На самом деле Мы напишем жалобу Вы там будете отписываться Это уже ваша проблема Вы потребовали Мы прекратили Было бы у нас больше времени Не было бы процесса Мы бы с вами здесь до последнего Фиксировали бы И как говорится Может быть даже провоцировали Но мы же этого не делали Вы провокатор здесь выступает Понимаете Почему провокатор Да потому что вы ерунду принесли Вы зашли Да мы уже закончили на тему разговор Вы сейчас уже Нас выпроводить хотели Зачем вам это нужно Зачем вы это Выставлять в таком свете Вы зашли Ну глупостью занимать Взрослый мужчина С этой С камеры Капитан С камеры И включили ее И что Вы за разрешение Да нет Не нужно нам разрешение Не нужно нам разрешение У кого Вы даже можете Включить видеозаписи Если вам хочется Послушайте внимательно Хотите я вам объясню Одну маленький нюанс В этой Во всей ситуации Вот когда будет Судебное заседание Вообще Вы вообще должны Узнали Судебное заседание Да вы спокойно Подожди Что же вы так Вы можете держать в руках Я держу себе в руках Нет вы не держите в руках Вы как истеричка Сейчас ведет себя Вот понимаете Вы давайте истеричка Я реально говорю Возьмите себя в руки Будьте мужчиной Вы при исполнении Пожалуйста Я прошу Я пытаюсь Чтобы вы поняли Не нужно вести здесь диалог И конфликтовый раздувать Послушайте внимательно Вам просто нужно Пойти занимать своим делом Послушайте внимательно Вам объясняют Да уже разобъясняли Если Когда будет Судебное заседание И Этот Судья Скажет У него Спросит Разрешение Можно Да это все бесполезно Ему все это объясняли Просто лучше Сядьте спокойно И несите службу свою И все будет хорошо Зачем вы сейчас Это раздуваете дальше Идите отдохните Все будет нормально Вы просто перенервничали Я все понимаю Неожиданно Не каждый день Так происходит Судья ушел В совещательную комнату Мы ждем решения Судья возмущался Когда Смотрел Видеозапись Было обозрение Этой видеозаписи Все что происходило В тот момент И Он возмущен Поведением сотрудника Полиции Матами Вот этим Ужаснейшим Я не знаю Как это назвать Как быдло Сявил Да Как быдло И даже В один момент Судья сжал кулак Такое ощущение Что Был бы здесь Сотрудник Наумов Он бы съездил По отцовски По лицу ему И был бы прав Вот Надеюсь Наумов Не будет больше Служить В органах внутренних дел Потому что Мы ждем Сейчас Правосудное решение И почему-то Мне кажется Что данный судья Вызовет у нас Уважение И отменит Данное постановление И Справедливость Восторжествует Ну мы По крайней мере На это надеемся Наши прогнозы Сто процентов Отмена Если это будет По-другому Вера в наше Правосудие Полностью пропадет Я надеюсь Что данный судья Карапаев Если не ошибаюсь Его фамилия Благодаря ему Мы не утратим Веру в правосудие Здесь должна пойти Скупая мужская слеза Что? Запретили снимать Ну и что? Что положить Пожалуйста Да ем Нет Я записываю Комментарии Нет Ну зачем Снимаете Вот так Вот так Хорошо Выбрали Успокойно Пошли Заниматься Делами Все Замечательно Пожалуйста Давайте Так же Всех устраивало Зачем эти все конфликты Объясните Ну все же Немножко Не так все Это самое Да все Как раз Не знаете Как вы на досуге Вы сейчас же переслили В МВД Правильно сейчас Прочитаетесь Ну не совсем Вот смотрите Вас немножко И ответственность возрастает Сами же понимаете Все ваши незаконные действия Они обжалованы будут Зачем вам это нужно Зачем вы на ровном месте Все проблемы ищете Вот просто на ровном месте Немножко не так пошло Вот вас Секретарь У нас так все Пошло Не сказалось У вас не так пошло А так бы вот так От самой Скажи пожалуйста Как вас зовут Вы могли бы представить Анатолий А фамилия Менчество Как Петрин Петрин Анатолий Васильевич ОП 15189 ФССП России Вот скажите пожалуйста Неужели вам спокойно Там не сиделось Ну подошли Сказали Вот лично Вас просто не устраивает Но я вам скажу так Мы не нарушили Никакого закона Столько в рамках Производства В непосредственно Рассмотрение Дела Рассмотрение Если бы мы нарушили Вы бы на нас бы Составили протокол Ну мы просто Слушайте Давайте я вам Уясню Давайте Вас пропустили Все Все Ничего не нарушило Вас завела Секретарь Сударь Как бы вы должны Сидеть Когда придет Председатель Ему Мы не собаки Должны здесь находиться Находить Положено там Сидеть Придет Судья У него Спросите разрешение Можно нам ввести Или нет Все На этом Как смотрите Весь вопрос А вы пришли Немножко вас Включили Можно вас поправить Смотрите В какой момент Я должен спросить Значит Начинается судебное заседание Судья видит Обращает внимание Говорит Вы осуществляете Видеозапись Мы говорим Допустим Я требую прекратить Вы должны Заявить Соответствующее Заявление Судебное заседание Только в рамках Процесса В основное время Могу по коридорам Ходить И осуществлять Видеозапись Вот чтобы вы убедились В этом Что мы сделали Посмотрите Чтобы в этом Вы убедились Что мы сделали Мы напишем Соответствующее обращение По поводу Ваших действий Которым нам придет ответ Ну вы в рамках проверки Соответственно Дадите Свои пояснения И вы будете знать И вам там Разъяснят Что мы были правы Послушайте Вы можете Пойти Сейчас пока заняться чем Зайти Вы можете Вон там Пойти Почитать Вы можете Пооткрыть гаджет И вся информация Сейчас до Загуглит Просто загуглите И там будет написано Что мы вправе Осуществлять В общественных местах Видеосъемку С разрешением Председателя Вот видите Мы вас Загугли Вам лучше Нормативно Правого акта Загугли Он для вас будет Весомнее Чем и слова Алексей Подождите Вам Подождите Мне ваша инструкция Не нужна Есть норма закона Чем мы руководствуемся Все что гражданину Не запрещено Все разрешено В вашем случае Все наоборот Поэтому вам необходимо Изучить норматив Мы не ищем конфликтов Если бы я хотел бы Я бы вас провоцировал Я бы вас провоцировал Я бы пользовался В этой ситуации Изначально Немножко Так Не так Получилось Вы не подготовлены В какой ситуации Эмоционально Были неустойчивы Я понимаю Там возраст И все остальное Но Если бы мне нужно было Из этого извлечь Какой-то конфликт Вы не понимаете Каким образом Он мог бы закончиться У нас был бы Классный сюжет У нас был бы Просто шикарный конфликт Но мне он не нужен Понимаете Если бы он не нужен был Я бы вас здесь провоцировал Я не знаю Все что угодно бы делал Но чтобы вы Поддавались агрессии Я наоборот Пытаюсь вас успокоить Что вы пожалуйста Занимаете своим делами Мы спокойно Вот сейчас вы успокоились Я вижу Если бы вы поймите Что нам не нужны Никакие лишние там Вас там не должны писать От этого Вы сами вынуждаете Написать на вас жалобу Для того чтобы вы поняли Не потому что я там Хочу написать на вас Чтобы вам разъяснили Вы поняли Что вы не правы были Понимаете Потому что для вас Мои слова Ничего не значит Но может быть Будут значить Слова вашего руководства Ну Как бы Изначально Вот вас просто Вы зашли сюда А так бы Сидели в территории Вы просто не подготовлены Камера вызывает Почему-то всегда Какой-то негатив Просто немножко Извини Скажите Вот к чему приведет Видеосъемка Скажите Что такое криминального Происходит Когда случается видеосъемка Вы снимаете Чьи-то права нарушаются Вы снимаете Сдание суда А что криминального Вы можете потом использовать Для кого Как расположены Все Что это изменит Крепку я сюда залезть захочу Так меня Хорошо для вас лучше Я там вообще ограничен буду Вы смотрели У нас лавочки Которые мне не нужны Как расположены А что для чего Будет какой-нибудь Процесс Вы уже будете знать Скажите А если я сейчас зайду Сейчас фотографирую И мне это не запрещено Ничего Скажите У меня что Как вам запрещено Ну вот смотри Я вот просто объясняю Вот смотрите Видите вот режим Фотосъемки Вот смотрите Я вот так вот делаю Сейчас фотографирую Я сфотографировал Скажите У меня сейчас есть Какая-то ответственность Нет Вот я про то и разговариваю Это не запрещено И это может сделать Каждый любой желающий Вот посетитель Слушатель Он может прийти Сесть На любой процесс Который не закрытый И слушать Вы просто Из мухи слона раздуль На самом деле Ни к чему это не приведет Ничего страшного нет Знаете Это просто стереотип Традиция сложилась Что она всем запрещает Ладно В следующий раз Как-то Я надеюсь В общем Что вы к этому Сейчас будете готовы Потому что Ну а Боже Мы еще это увидим Я буду готов Все Спокойно Нормально Мирно Руки пожмем Мы сели Все хорошо Но мы вас провоцировали Ну Пока еще не совсем Вот Мы вас не провоцировали А вот если бы я хотел бы И было бы желание Вы поверьте У меня знаете Какой опыт богатый Жизненный Общение с людьми Я могу из мухи слона Такой раздуть Ну будет Зачем Вопрос только зачем У меня опыт Вот Все Спасибо за внимание Оглашаю Решение Рамон Пульс Советская 5 28 июля 2020 года Судья Рамонского района Суда Воронежской области Корыпает Представитель Левякина С участием Заявителя Поплевина Его защитник Коржановский Рассмотрев Открытное Судебное заседание В помещении Рамонского района Суда Воронежской области 28 июля 2000 года Рождения Рождества Воронежа Граждане Российской Федерации Зарегистрировано Проживающим По адресу Воронежской области Рамонский район Поселок Рамон Улица Чурс Водом 30 Установил Постановление Мировой судей Судебный участок Номер 1 В Рамонском Судебном районе Воронежской области 2-6-20-го По делу Административного Пронушения Поплевина Был признан Виновным Совершением Административного Пронушения Предусмотрено Частью 1 В статье 19.8 Кодекса Административных Пронушений Росейской Федерации Поплевина Обратился Служ Жалко Указано Что При рассмотрении Дела Вынесение Данного Постановления Мировой судей Допущено Нарушение Нарушения Нарушения Процессуального Права Не учтено Содержание Представленных Судей Видеозаписи Не дана Надлежащая Оценка Имеющимся В деле Доказательства По указанным Основаниям Поплевин Просил Постановление Мировой судей Судебного Участка Народин В Романском Судебном Райне Воронской Области Сторон 2006-20 Отменить Дело Прекратить За отсутствие В его действиях Состава Административного Пронушения Судебное Заседание Поплевина Его защитник Гражданом Скотого До жалобы Поддержали По изложенным В ней Основания Выслужив Заявитель Изучив Материал Дела Посмотрев Представленные В деле Видеозаписи Исследовав На основании Имеющихся Делем Материал Закон Основного Суд Приходит К следующему Согласно Положениям Частей 1-3 Статья 26-2 Кодекса Российской Федерации Административного Пронушения Доказательством По делу Административного Пронушения Являются Любые Фактические Данные На основании Судья Орган Должностное Лицо В производстве Которых Находится Дело Устанавливает Наличие Или отсутствие События Административного Пронушения Виновность Лица Привлекаемых Административного Ответа А также Иные обстоятельства Имеет значение Для правильного Пронушения Дела Эти данные Устанавливаются Протоколами Административного Пронушения Иными Протоколами Предусмотренным Кодексом Объяснения Лица В отношении Которое ведется Производство По делу Административного Пронушения Показаниям Потерпевших Свидетелей Заключениями Эксперта Иными документами А также Показаниям Специальных Технических Средств Вещественных Доказательств Не допускается Используем Доказательств По делу Административного Пронарушения В том числе Результатов Проверки Проведенной В ходе Осуществления Государственного Контроля И муниципального Контроля Если указаны Доказательства Полученные С нарушением Закона В силу Статей 26.11 Кодекса Никакие Доказательства Не могут Иметь Заранее Установленные Семки В соответствии С пунктом 1.1 Части 1 Статей 27.12 Кодекса Лицо Который Управляет Транспортным Средством Соответствующего Вида И в отношении Которого Имеется Достаточно Основания Полагать Что это Лицо Находит Состояние Опьянения Подлежит Освидетельству На состоянии Алкогольного Опьянения Таким образом Одним из Определяющих Факторов В признании Освидетельства На состоянии Опьянения Законно И обоснован Является Факт управления Водителем Транспортным Средством Непосредственно Перед Освидетельством Наличие Указанного Факта В отношении Поплевина Материал Не подтверждается Как следует Из протокола Демонстративного Порушения 36.1 Номер 141 639 Поплевин 29.03.2020 Около 1.00 Участен Автомобильной Дороги В район Дома Номер 25 Павлия Чусова Рамуни Рамуни Управлял Автомобилем БМВ 302 С государственным Резионным Знаком Р-155 АЕ 136 Нарушение 2.7 Правил Дорожного Движения Российской Федерации Утвержденных Постановлению Правительства Российская Федерация 23.10.93 Номер 10.90 Находясь в состоянии Акогольного Пенения Вездил 4 Вмежду тем Из исследованного Судебного Заседания Видеозаписи С камеры Видеорегистратора Патрульного Автомобиля ДПС Камера Видеонаблюдения Установлено На доме Номер 26 Павлия Чусова Рамуни Очевидно Усматривается Что Поплевин Подъехав К дому Номер 30 Павлия Чусова Поселка Рамуни Около 23.45 Минут 28 марта 20 Года Припарковал Свой автомобиль И больше не управлял Сотрудники ДПС Прибывшие К месту Парковки Автомобиля Поплевина Более чем 30 минут Переместили Поплевина И его автомобиль К дому 1 По улице Чусова Рамуни Где и провели Его медицинское Свидетельство На состоянии Опьянения Составили Протокол Об административном Правонарушении Протокол Об отстранении От управления Транспортными Средствами 36 Номер 052666 А 29 На 3 20 Таким образом Указания В протоколе Об административном Правонарушении На факт управления Поплевиным Автомобилем На автодороге В районе Думы Номер 28 По улице Чусова РП Рамуни Носит Необоснованный Предположительный Характер И не должен был Приниматься Судом В внимании При указанных Обстоятельствах Зафиксированные На камере Видеорегистратор Патрульного Автомобиля ДПС Пояснения Поплевина Признававшую Факт управления Автомобилем В состоянии Опьянения Как и результаты Его свидетельства На состоянии Опьянения Ключевого Доказательного Значения По делу Не представляет И должны были Оцениваться Судом Соответственно С статьей 26.11 К Российской Федерации В совокупности С иными доказательствами В этой связи Учитывая Что в силу Частья 3 Статья 26.2 Кодекса Административных Правонарушений Российской Федерации Не допускается Использовать доказательств Полученных С нарушением Закона Суд Исключает Протокол Административного Правонарушения 36.11 Т.Т. Номер 141.639 Т. 29.03.2020 Года Исчезла Доказательств По настоящему Делу Как доказательства Полученных С нарушением Закона В пункте 13 Постановлению Плену Верховного Суда Российской Федерации 24.03.2005 Номер 5 Редакция 12.12.2013 О некоторых Вопросах Возникающих У судов При применении Кодекса Российской Федерации Административных Правонарушений Разъяснено Что при рассмотрении Дела Административных Правонарушений А также По жалобам На постановление Решения По делам Административных Правонарушений Судья Я должен исходить Из закрепленного В статье 1.5 Кодекса Административного Правонарушения Российской Федерации Принцип Административной Ответности Презумпции Невиновности Лица В отношении Которого Существляется Производство По делам Реализация Этого Принципа Заключается В том Что лицо Привлекаемое К административной Ответности Не обязан Доказывать Свою Невиновность Вина В совершении Административного Привлекаемого Лица Привлекаемого К административной Ответственности Должен Толковаться В пользу Этого Лица Приведенное Разъяснение Плену Верховного Суда Российской Федерации Судом Первой Инстанции При рассмотрении Настоящего Дела Учтены Не были Во мнении Суда Оспариваемое Постановление По настоящему Делу Мировому Судьёй Принято Без Учёта Фактических Обстоятельств Делем Оценка Мировому Судьбе Доказательств Собранных По делу А также Представленные В ходе Рассмотрения Дела Судьи Первой Инстанции Нарушение Положения Статья 26.11 Кодекса Административных Пронушений Не была Основана На всестороннем Полном И объективном Исследовании Всех Обстоятельств Дела В их Совокупности Изложенные Обстоятельства В своей Совокупности По мнению Суда Свидет О том Что Возбуждение Дела Об административном Пронушении В отношении Поплевина Носило Формальный Характер И его Законность А значит И виновность Поплевина В совершении Данного Административного Пронушения Вызывает У суда Определённые Сомнения Которые Не были Устранены В ходе Рассмотрения Жалобы И дела Согласно Пункту Третьему Части Первой Статья 37 Кодекса Российской Генерации Административных Пронушений По результатам Рассмотрения Жалобы На постановление По делу Административного Пронушения Выносится В числе Иных Вершений Об отмене Постановления И о прекращении Производства По делу При наличии Хотя бы Одного Из обстоятельств Предусмотренных Статьями 2.9.24.5 Настоящего Кодекса А также При недоказанности Обстоятельств На основании Которых Было Вынесено Постановление На основании Изложенного Суд Приходит К выводу О недоказанности Обстоятельств По племену Подлежит Частичному Мудотворению На основании Изложенного Руководства 2.1.24.5 Статья 36.37 К.А.П. Российской Федерации Суд Решил Постановление 2.1.2020 Мировой Судей Судебного Участка Номер 1 В Романском Судебном районе В Романской Области По делу Об административном Пронушении Предусмотренном Частью 1 Статья 12.8. К.А.П. Российской Федерации В отношении Поплевина Алексея Алексеевича Отменить Производство По делу Об административном Пронушении Предусмотренном Частью 1 Статья 12.8. К.А.П. Административных Пронушения Российской Федерации В отношении Поплевина Алексея Алексеевича Прекратить За недоказанностью Обстоятельства На основании Которых Было Вынесено Постановление Издержив По делу Административного Пронушения Судья Коррепаев Вам неясна Суть Вынесенного Решения Ясна Да? Алексей Алексеевич Да Дело прекращено Но не из-за отсутствия Ваших действий В составе Как Вы просили Изначально А за недоказанности Обстоятельства На основании Которых Вынесено Постановление Это совокупность Извините Исследованных Проказательств Хорошо Спасибо Получайте копии И до свидания Спасибо 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 Вам Всех Всем спасибо Кто за меня Болел В первую очередь Это прям Очень приятно Что за меня люди Вошли Я очень каждому Благодарен Кто меня поддерживал И Вагину Серову Спасибо тебе большое Я очень Благодарен Благодарен Самому адвокату Всем спасибо Я просто Всех Я не знаю У меня эмоции Сейчас Я не помню Будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok